Я вернулся с отдыха, сегодня будет стрим, обязательно приди, подпишись на канал, нажми на колокольчик, я жду тебя сегодня на стриме, надеюсь, что сегодня подниму 5800, не знаю, я просто хызы как сейчас в глобале, сложный или нет, сегодня в этом ролике как раз проверим, вот, и я захожу в такой магазин и вижу тут спецуха, два легендарных сундука и тысячу гемов за 20 долларов, и я такой сижу, что? Че? Что? Как? Почему? Я сейчас объясню, почему я удивлен. Мне кажется, что у разработчиков этой компании, то есть у Supercell, большие-большие проблемы, потому что, во-первых, в последнее время, ну, это нельзя назвать, зажрались, это, ну, как-то они стали жадными, что ли, на кристаллы, потому что, смотрите, во-первых, игра сейчас не на самом пике популярности, она очень скатывается сейчас, и много игроков, топов при этом ушли с этой игры, я сомневаюсь, что они донатят огромные суммы на гемы, как раньше-то было, по 10 тысяч долларов, да, мы знаем таких игроков, вот. Также они начали банить за китайские гемы, это все притупило покупку гемов и покупку вообще, ну, да, доната в игру, в общем. И они нам даже стали спецпаки пихать с эмодзи, с какими-то сундуками, да, то есть перестали давать гемасы. Раньше в любом спецпаке, вспомните, в новогодних, ну, это год назад, два года назад, были там по 6500, по 2500 гемов, то есть, блин, реально было круто и выгодно. Гемы тогда, ну, как-то вот, хотела, то есть, как-то покупать дешевые гемы, да, они у тебя были на балансе. Сейчас как-то пытаешься обойти эту систему, хочешь немножко дешевле задать, потому что жалко выкидывать серьезные суммы в игру, которые уже не популярны, согласитесь. И вот я вижу, что у них, да, ну, это моя логика, что как-будто у них все плохо, и они решили добавить спецуху с гемами. Правда, не знаю, в честь чего это, в честь чего это событие, это только у меня или у всех? Я не знаю, 20 долларов я, естественно, задоначу, так как у меня цель добить мой аккаунт до фулан, вот, чтобы все леги были пятого уровня. Но, в целом, это выглядит очень смешно, ребят, вот, не знаю, напишите свое мнение, как вы относитесь к тому, что гемы очень запредельно дорогие, мне так кажется, не знаю, может быть, это мне так кажется, но в игре они очень дорогие, вот, и, блин, ну, когда игра уже, ну, не особо популярна, можно как-то сделать какие-то баблажечки, либо скидочку какую-то на гемы, либо спецпаки, но уже с нормальным количеством гемов. Короче, я могу на эту тему долго рассуждать, это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться, я просто его вам высказал. Я также буду рад выслушать ваше мнение в комментариях под этим роликом. Ну что ж, донатим, 20 баксов. Ух, настанет тот день, когда у меня будет аккаунт фул, и я больше ни копейки в эту игру не задоначу. Я, честно, тоже хочу, как и Аурум, подсчитать, сколько я задонатил в эту игру, потому что от суммы, которую вкинул в игру Аурум, я, честно, был, ну, очень удивлен, потому что, ну, я думал, что я 1200-300 в игру закинул. Хотя я, мне казалось, что я сейчас в последнее время больше доначу, хотя могу ошибаться. Поэтому мне будет интересно точную сумму узнать, сколько я задонатил, и в скором времени, возможно, я подсчитаю. Но мне такие, после того, когда я увидел этот ролик, у меня начались сомнения на то, что я больше потратил, чем 300 тысяч рублей. Хрен его знает, ребят, честно. Надо подсчитать, это все догадки, поэтому нужна конкретика и точная цифра, но этим я, возможно, займусь, если вам это, кстати, интересно. Ну, давайте поставим планку 5000 лайков, если перебьем 5000 лайков, я, возможно, почитаю, если это будет мне реально, потому что я всегда донатил с разных карт, и киви, и карты у меня были тоже совершенно разные. Я постоянно их менял, то одну потерял, то одну вообще сменил, другой банк перешел. Короче, ладно, это все нюансы. Давайте открывать сундук. Последний, последний в слот это леги. Беру спарки. Пацаны, 12 штук из 20 спарки на пятый уровень. Кстати, ребята, следующий ролик, наверное, будет про колоду со спарки. Я там покажу вам результаты отличные. И знаете, я очень, ну не очень, но хочу, хотел бы перейти, попробовать играть именно с ней. Ну, для этого надо ее на пятый уровень. Опять же, ставьте лайк и ждите следующий ролик про спарки. Там реально круто все получилось. Ладно, следующий сундук, поехали. Итак, ну, то, что падает до леги, вы сами понимаете, мне не особо интересно. За исключением того, что я смотрю на количество золота, где больше золота мне дают, ту карту и беру. Вот, потому что, ну, типа у меня все фул. Но тут возьму не за золото, возьму, хотя... Не-не, возьму, золото мне сейчас не особо надо, я уже практически все прокачал. Возьму этого гоблина, я думаю, что его, возможно, когда-нибудь бафнут, потому что... Ну, смысл, выпускать новую карту, которой никто не играет. Логика, где суперселл? На хера вы такую слабую карту сделали? Ну, я думаю, что в изменении баланса они его бафнут. Ну, вот вам, ребят, ну, это без ванги, понятно, да? Хотя, хрен знает, может, они вообще забили уже на этот баланс. Ладно. Бревно, ну, естественно, естественно, пламя, потому что бревно у меня уже фул, пламенный 70. Блин, приятно видеть, когда зачисляются кемасы, да? Но хотелось бы их видеть больше и дешевле. Ну, я думаю, это душа, душа всех русских людей, блин. Никого не хотел обидеть просто. Ну, правда, мы всегда ищем какие-то пути обходить систему, чтобы не платить или дешевле. Я думаю, что не только я так думаю. Хотя, я хочу ошибаться. Ладно, 2.9 элика, поехали в бой. Первый блинкомом, как всегда, с неизвестной колодой, ребята, проигрываешь. Но тут, понимаете, в чем прикол еще? Тут колода, прям, я удивлен был, ну, практически идентична моей деке. Только она, давайте посмотрим, сколько она стоит у него. 3.5. Чуть-чуть дороже, но она лучше в плане пуша. Поэтому я, скорее всего, возьму его колоду. Но, знаете, я всегда вот так вот на ошибках учусь. Вот взял какую-то деку, ну, проиграл и ладно. Значит, это не мое. Берем, ну, может, не повезло просто, не знаю. На самом деле, хоть и дешевая, но прокручиваться тяжело. Попробую-ка я с этой декой. 3.5, она подороже, но она более выигрышная. То есть, тут пуш, тут принц. У меня плюс-минус, да. То есть, у меня даже нету толком мини-танков, только шахтер был. Сейчас принц есть. Так, ну, давайте шахтера закинем. Так, хотя надо было, скорее всего, делать не так. Так, надо было, скорее всего, забрасывать гиганта с мега-миньоном. Потому что это, скорее всего, 3 мушкета. Так, здесь мега-миньон. Блин, мега-миньона кинул неправильно, поэтому таран дойдет к вышке. Ах, ладно. Так, забрасываем ведьму. Так, дефаться он будет сейчас только либо 3 мушкетерами, либо ордой-миньонов. Ёпт! Мать, у тебя пека еще. Но это я люблю рулетку этой игры, потому что у меня всегда мысль на то, что мне подбираются контр-колоды. Потому что я не знаю, как объяснить вот эту дичь. Хотя, не знаю, возможно, это не 3 мушкетера. Ну, очень похоже, очень похоже. Если пеку сейчас бревном не оттолкнуть, он нанесет мне тычку, да? Или не нанесет? Может быть, и не нанес бы. Ну, ладно. Так, смотрите, сейчас сделаем обманочку. Оп, и банда гоблинов, давай. Я обожаю этот сетап. Спасибо ночной фурии. Круто. Так, ладно. Ну, пока что мне не сильно смешно, потому что, да, сборщик мы как бы за этот покоцали, да? Но дальше-то как быть? Потому что, блин. А, все-таки это 3 мушкетера. Шикарно. Сейчас будет таран справа. Я даже без понятия, пацаны, вообще без понятия. Давайте принца сюда. Я там вышку хочу отдать, вот честно. Прям, ее дефать прям смысла нету. Давайте просто сразу дефать этого, помогать гиганту. Помогаем гиганту. Так, ждем его сейчас орду миньонов, скорее всего, да? Или нет? Здесь мега миньон. Мне кажется, что он сейчас на 3 короны планирует пойти. Нет? Нет, не планирует. Окей. Тогда забрасываем шахту сюда. Шахту собрасываем сюда. Так, бревнишко туда тоже закидываем. Так, вот сейчас будет очень стрёмно. Очень стрёмно, потому что 3 мушки там могут быть... Так, 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 так. Мега муха. Давайте, давайте. Надо бороться за эту вышку. Но у него, походу, нет орды миньонов. Это прекрасно. Это прекрасно. Хорошая довольность. Но погодите, погодите. Фух, я думал, тычку сделает. Так. Давайте попробуем вот так отвлечь пеку шахтером. Оп, смотрите, как шахтером отвлек хорошо, да? Здесь давайте использовать разряд. Два гиганта на карте. Закидываем поизон. И я побеждаю. Фух. Казалось, что контр-колода, да? Но я выиграл. Я не знаю, повезло или... Я просто выиграл. Просто крутой. Ладно. Отличная игра, спасибо. Значит, ну что ж. Первая. Точнее, это уже вторая. Но я первую вырезал. Первая победная на видосе. Вот. Поехали дальше. Надеюсь, мне будет поменьше подбираться колоды с пеками. Потому что... Пека против гиганта, это всегда боль. Против голема еще терпимо. Против гиганта, ненавижу. Вот. Надеюсь, что будет меньше. Ну, а там посмотрим. Закон подлости никто не отменял. Забрасываем шахтера на уголочек. Вот так, чтобы торнадо на главную вышку не активировало, да? Так, сейчас запкидываем, наверное, принца. Я не знаю, что это, ребят. Да, ну, догадывался, что хок, но не знал. Так, ну, ночная ведьма. Хороший, хороший. Разряд хороший был. Ночная ведьма в саппорт. И еще гиганта. Вот так вот. Бац. И сейчас скелетики будут, наверное, разные. Там гоблины, да, 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 да. Так, ну, давайте разряд. Быстренько Теслу убить. Убиваем Теслу. Найс. Фак. Ну и Тесла. Долго умирала. О, летучая мышка. Давай, давай, давай. Этот ледяной дух. Так. Гоблина у него сейчас нет. Сейчас пойдет, скорее всего, хок. Но я закину, смотрите, Шахтера. Потому что сейчас ему реально нечем дефаться. Кстати, проверю, что у него там еще. Мини Пека. Отлично. Забрасываем Принца. Здесь Мега Миньона. Скорее всего, разряд сольет. Нет, не сл... А, да, слил разряд. Кстати, зря. Кстати, зря слил он разряд. Так. Давайте бревно на гоблинов в предикт. Но все равно Тесла, блин, жарит нормально так. Блин, задел линзу. Теперь глаз прослезился. Думал, что сейчас вообще придется видос прервать. Потому что... Блин, с этим вообще проблемы у меня. Так, ладно. Ведьма плюс гигант. Чтобы Миньоны согрелись не на ведьму. Найс. Разряд он слил зря. Так. Шахтера закидываем сюда. Снова, скорее всего, есть Тесла. Или нет? Нет, Теслы нету. А, зашибись. Так, сейчас Мини Пеку. Понимаете, и Мини Пека, и Тесла это тоже, кстати, больно. Но видим, что у меня же не только атакующий гигант, да? Поэтому ему приходится тратить и Мини Пеку, и Теслу. Поэтому... Я не знаю, там фриз есть, нету. Поэтому я Мега Муху солью на всякий случай. А то мало ли сейчас что произойдет. Так, ну что. Я думаю, что мы будем усердно дефать эту сторону. Здесь Ночная Ведьма. Скорее всего, сольет разряд парень. Но Хога он просто потерял. Закидываем поезда на Теслу сейчас. Так, дальше. Ну, тут однозначно я выиграл. Ну, точнее, вышку эту забрал. Насчет выиграл хрен знает. Но мне кажется, что да. Так. Давайте бревно, чтобы... Найс вообще, Найс. Хороший принц. Просто профит от него двойной. И вышку мы забрали там, да? И Хога задефали. И еще, смотрите, вот принц еще живет. И мы еще забрасываем второго гиганта. Здесь забрасываем шахтера. 500 хп остается. Кстати, он может еще успеть забрать. Поэтому давайте здесь Мега Муху сольем бревно. Оттолкнем бревнишком. Так, чтобы... Все-таки, все-таки фаерболом... А, не успел. Не успел, парнишка. Короче, классно. Колода прикольная. Попробую сегодня поднять 5800. Буду ждать тебя, 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 тебя на стриме. Магический сундук вообще от души. Поэтому все приходите. Буду вас ждать. Нажимайте на колокольчик. И еще сегодня один видосик будет. Про спарки. Вот такой вот вам спойлер. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь и ждите новые ролики. До новых встреч, друзья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok